Перейдем к экономике. В России продолжают взрываться и гореть нефтебазы. На этой неделе пожары были в Ростовской области и в Омске. Это крупнейшие НПЗ страны. После взрыва погиб один человек в Ростовской области. Уже четвертый день горит база Каменс-Шахтинск. Дым от горящего топлива видят все автомобилисты, которые проезжают по трассе М4. При этом жители Каменска и соседних населенных пунктов сильно жалуются на едкий запах гари. Он распространяется даже через закрытые окна. Людей просят не выходить на улицу без необходимости. О площади возгорания официально не сообщается. А в Прилитарске нефтебаза горит уже не о первую, а о вторую неделю. Это не шутки. Сегодня были новости, что пожар там, цитата, стихает. Вот так выглядят свежие спутниковые снимки базы. Я напомню, там при тушении пожара пострадали аж 49 спасателей. Они также жаловались на то, что в Ростовском МЧС недостаточно техники и экипировки. В Москве МЧС переводят на усиленный режим работы. Трехсменный график выставления караулов от резервных смен и техники. Издание базы публикует видео неподалеку от столичного НПЗ. Как вы можете видеть, спасатели выложили десятки пожарных рукавов на случай атаки или взрыва на заводе. На этом фоне происходят две вещи. Во-первых, Росстат засекретил сведения о производстве нефти и бензина, а также закрыл статистику по нефтепродуктам, мазуту, дизелю и пропан-бутану. Об этом сообщает РБК. Судя по всему, производство это сильно упало, потому что иначе никак не объяснить, зачем российские НПЗ существенно нарастили экспорт мазута из Китая, Индии и Солобовской Аравии. Это все, конечно же, сказывается на цене топлива. За год, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 7%, а только за июль этого года на 2,4%. То есть июль дал треть от годовой инфляции. Судя по тому, как горят базы, август нам покажет еще более печальную статистику. А топливо, как вы понимаете, это все, что пронизывает экономику. Если подорожает бензин, подорожает все. Грузоперевозки, то есть продукты, авиаперевозки, путешествия и так далее. Вообще все, инфляция с НИЦБ, как вы понимаете, ничего не может сделать. Высокая ключевая ставка немного сократила уровень выдачи кредитов, но, во-первых, совсем немного, а во-вторых, рост цен не остановила. И это важнее. И это уже тревожит даже самого Путина. Иначе объяснить, почему он публично, при всем правительстве, жалуется, что действия на Биулиной не помогают. Почему? Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это вот не странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объём кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%. Задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей. По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не было к негативным последствиям. Если переводить чиновничье языка на русский, ничего не работает. Полития Центрального банка очень прямолинейная, нужна тонкая подстройка. В какой-то степени можно даже подумать, что Путин в своей мягкой, изощрённой форме выразил недовольство работой на Биулине. В итоге правительство начинает ограничивать кредиты и будет это делать разными механизмами. Где-то увеличит нормативы для заёмщиков и банков, какие-то программы постарается убрать для розничных клиентов, например, кредит за 5 минут. Но этого явно недостаточно. Об этом и говорит Центральный банк. Регулятор опубликовал 4 сценария развития российской экономики. Три из них негативные, один позитивный, но он настолько несбыточный, что даже разбирать его не сильно хочется. Самый реалистичный сценарий проинфляционный. Главная причина инфляции – расходы бюджета на оборонку. В следующем году меньше их не станет, а потому и ожидать снижения роста цен пока что не нужно. Обсудим дальнейший путь развития российской экономики. К нам присоединяется профессор-экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, в первую очередь, хотелось бы вас спросить со стороны наблюдателя, как бы вы оценили обеспокоенность Владимира Путина инфляцией? Можно ли утверждать, что он действительно недоволен действиями Центрального банка? Ну, когда ты как начальник видишь какую-то проблему, то надо всегда найти кого-то, кто за это должен ответить и принять на себя вину. Ты как царь-батюшка видишь проблему, ты понимаешь, что она раздражает население. Значит, надо, как всегда, найти того нерадивого боярина, который в этом виноват. Но сильно нападать нерадивого боярина тоже нехорошо, потому что он же назначен тобой уже, потому что это же Центральный банк, это место, которое, так сказать, непосредственно решение президента. И поэтому тут он снесет ответственность за деятельность Набиулина и не меньше, чем она сама. Поэтому так аккуратно намекается, что вот у нас сложная ситуация, поэтому надо бы как-то поискать новые решения. Ну, в общем, как-то не очень это понятно, как это будет Центробанк делать, что он может пытаться. Он сейчас пытается уже, знаете, перейти от каких-то таких экономических методов уже к чисто административным, вплоть до того, что, значит, вот ты сейчас оформляешь кредит, а мы тебе сейчас его не дадим. У нас же очень развилась система, значит, увидел товар, захотел купить, тут же оформил кредит и его купил. Это совмещение момента покупки и момента оформления кредита. Значит, насколько я понимаю, Центробанк хочет разорвать эту связку. Вот ты увидел, воскликнулся, но вот ты исходи еще через неделю, принеси, может быть, нам подтверждение банка, что будет кредитная, значит, линия на этот товар, тогда мы тебе продадим, может, ты за это время немножко остынешь. Ну, вот картина примерно такая. То есть они уже стачают, ну, как бы административное регулирование, потому что экономические механизмы не работают. И они не могут работать. Но вот как они могут работать, когда российская экономика все менее является рыночной? Ну, Набиулина пытается использовать механизмы, которые более-менее работают в рыночной экономике, но экономика России уже все менее рыночная, она всего лишь командная, она все более разбалансированная. И как бы ЦБ не старался, но очень многие причины инфляции, но они ему не подвластны. Причем это не то, что я говорю, да, это сам ЦБ недавно вышел со вытянутым лицом и сказал, у нас тут возникла такая целая сфера в экономике, которая вот на нашу ключевую ставку вообще никак не реагирует, и мы там сделать вообще ничего не можем. Ну, такая дивная картина. Игорь Владимирович, ну, хочется с вами поговорить и про удары по НПЗ и нефтебазам. Как сильно вот все эти действия ВСУ ударят по ценам, но уже на российском рынке? Ну, вы уже сказали, что да, конечно, ударят, потому что все-таки надо же понимать, что значительная часть всех перевозок, в том числе перевозок для всей розничной торговли, это автотранспорт, соответственно, удорожание топлива ложится на все издержки торговых сетей и, соответственно, ложится на все розничные цены. Люди этого очень часто не понимают, я иногда смотрю интервью, люди говорят, да мне на цену на бензин наплевать, у меня машины нет, мне это, в общем, глубоко троюродно. Ну, человек не понимает, что, может, у тебя машин-то нету, конечно, но вот все товары, которые ты пришел в супермаркет покупать, они же не телепортировали туда, их не завезли на лошадях, их привезли на грузовиках, и все затраты не легли. Но люди же экономику не понимают, им кажется, что они защищены от роста цен на бензин, коли у них своей машины нет. Ничего подобного. Поэтому сейчас в России издержки растут по всем линиям. Куда ни глянешь, какой процесс ни копнешь, оно все обязательно выводит на рост издержек. Значит, начинаешь разбираться, значит, с транспортом, у тебя дорожает моторное топливо, значит, у тебя, соответственно, растут издержки транспортировки. Начинаешь разбирать экспортные импортные операции, у тебя появляется безумно сложная система расчетов по импорту, черт знает какие, да, и у тебя опять появляются издержки, потому что хоть как-то деньги дошли до китайской компании, а это требует каких-то совершенно безумных схем. Последнее, чтобы мне удалось прочитать, что люди выгоняют, значит, деньги в золото, золото ухитряется как-то продать, значит, в Сингапуре на это золото купить юани, который принимает, значит, китайская экономика, потому что получается, если из Сингапура, то это вроде чистые юани, а из России грязные. Ну, значит, приходится делать такие сложные многоходовые комбинации, соответственно, каждому посреднику платить от всей издержки. Эти издержки включают срочные цены, растут, цены, значит, повышается темп инфляции. И что ЦБ с этим может сделать? Но ничего, будь даже набивлен лауреатом Нобелевской премии, но все равно можно сделать, если экономика заглана в беду, и вот такие истории происходят каждый день. Сегодня мы как раз очень много обсуждали Павла Дурова и немножко заходили на вот эту тему тонн коинов, но тем не менее в России сейчас бурный рост одобрения криптовалют, я даже не знаю, как это назвать, потому что интерес к криптовалютам и к майнингу и так был, но теперь вот он выходит в такую официальную белую зону. Может быть, это поможет сократить как-то издержки и обойти санкции? Вот третий день меня с этим мучают, а тут еще выскочил этот полковый шведский... Ну, золото таскать, Игорь Владимирович, вы сами понимаете, это как вообще они? А тут еще выскочил этот полковый шведский сказал, что это вот они тонн хотели запустить, а Дуров был организатором операции по тонну, и поэтому его арестовали. Боже ж ты мой, куда я попал, в какой мир человек комментирует? Только я хочу обратить ваше внимание, что крупнейший внешний торговый партнер Российской Федерации – это Китай. А Китай, ну, только что изменил законодательство по криптовалютам, объявил, что все операции с криптовалютой приравнятся к операциям с отмыванием денег и подлежат уголовным оказаниям. А вы собираетесь проводить какие-то операции? Вы думаете, что через Сингапур, через золото люди делают, потому что они не знают, что такое криптовалюта? Ну, потому что так еще как-то можно провести. А с криптовалютами ты попадешь в такую беду в Китае, что мало не покажется, а других поставщиков-то толком нет. Вы же покупаете товары для России только в Китае, из Индии вы мало что можете привезти. Ну, чай, ну, у вас и так чай есть, да? Что вы с этим сделаете? Весь товар идет из Китая, а в Китае, значит, нужно заплатить. Криптовалюта, Китай к ней относится с осторожностью, потому что криптовалюта, она создает ситуацию плохого, ну, как вам сказать, механизма управления курсом юаня. А в Китае вот это управление курсом юаня – это одна из основных тем. Они очень аккуратно и очень трепетно к этому относятся. Они очень боятся, что юань слишком укрепится, и тогда, значит, китайская экономика рухнет, она потеряет все экспортные возможности. Поэтому никого в эту систему не впускает операции с юанем. А если вы работаете с криптой, вы, конечно, красивые, энтузиасты, я так с интересом смотрю, люди мне дивные сказки рассказывают, кричат, что я ничего не понимаю. Только не забывайте, что в конце концов ты крипту-то должен конвертировать фиатные деньги и налоги заплатить фиатными обычными деньгами. И зарплату ты работнику тоже должен заплатить обычными деньгами. Потому что он пойдет в обычный магазин в Китае, ему надо заплатить обычными деньгами. В Китае криптовалюта запрещена, еще раз повторяю. Значит, вот этот момент перехода десятков миллиардов долларов через крипту в юане, он никому не понятен, как это может происходить. Поэтому это все разговоры, есть безумное количество людей, которые свихнулись на крипте и считают, что это спасение и вообще новый мир, в котором они будут жить и красоваться, и будут радоваться жизни. Но не получается, огорчить должен. Игорь Владимирович, Центробанк показал четыре сценария развития российской экономики на три следующих года. Базовый, в котором уже в следующем году все устаканится. Про инфляционный, при котором инфляция будет высокой еще следующие два года. Еще два позитивный и рисковый. В них поверить сложнее всего. В первом случае должна остановиться война, а во втором мировой финансовый кризис. Какой вам из сценариев Центробанка кажется более реалистичным? Ну, базовый, между прочим, обратите внимание, как интересно. Подают информацию журналисты. А это новояс провластный новый. Да я просто поражаюсь. Все говорят про базовый и рассказывают, как там снижается темп инфляции. И никто не говорит, а какой там заложен темп просто ВВП. А вы посмотрите, какой там темп ВВП заложил ЦБ. Полпроцента, полтора процента. То есть вам ЦБ бодро сказал, ребята, у нас стагнация начинается с будущего года. И я понимаю, они это почему говорят. Потому что у нас уже индикаторы последние говорят, что у нас уже явно проступает замедление экономики. Вот июль был последним, видимо. Месяцем роста, с августа мы, судя по всему, видим замедление, торможение экономики, как бы в рецессии не спалится. Поэтому, ну, чего тут радоваться-то? Все остальные сценарии, они довольно странные. Опять, какие там, какой-то дезинфляционный сценарий. Какой-то совершенно безумный, что там, значит, будут массовые инвестиции. И ради этих массовых инвестиций в производство возникнет гигантский спрос на инвестиционные товары. И это будет порождать инфляция. Боже мой, чего ты читаешь? Это же какой-то кошмар. Люди сидят, что-то изобретают. Ну, надо же что-то написать. Но вы же поймите, они же не могут написать. Пришла война, экономика России разрушается. Они не могут написать. Они же государственные служащики. Они пишут какие-то безумные слова, с тоской друг на друга смотрят. А вам потом эти сценарии выкатывают, и вы их начинаете всерьез рассматривать. Картина-то очень простая. Инфляция растет и будет расти, потому что инфляция растет из-за бюджетных расходов. Курский фронт никто не отменил, и он неявно не рассосется в ближайшие две недели. Это значит, что придется опять корректировать бюджет. Мы доживем до октября, посмотрим, какой будет бюджет. Он же был запланирован по будущему году сокращение военных расходов. Я уже говорю, Минфин собирался в 2024 году победить на Украинском фронте и добиться победы. Они это заложили в бюджет. У них на 2025-2026 было написано сокращение военных расходов. Что-то, знаете, не похоже. Значит, откуда они деньги возьмут? Непонятно. Денег нет. Значит, соответственно, инфляция будет проявляться, потому что они будут увеличивать масштабы эмиссии пустых денег. И так эти деньги выбрасываются в экономику. Никто же не понимает, не опять задает вопрос, а когда включат печатный станок? Как вы думаете? Боже ж ты мой, ребята, вы что, проснулись только что? Он у вас работает просто три смены в день. Посмотрите, у вас, значит, 22-й год денежная масса в России 77 триллионов, а сейчас он у вас 103. Значит, вот посчитайте, значит, у вас сколько? Плюс 26. Это, значит, на треть денежная масса за два года с половиной увеличилась. А темпы роста экономики какие были? Вот в 22-м году упали, в 23-м, в 24-м немножко подросли. Ну, там где-нибудь в 3% роста за два с половиной года. А денежная масса на 33% выросла. Вы как полагаете, это какие деньги? За ними есть товарная масса? Это пустая инфляция. Да, это пустая инфляция. Что же вы удивляетесь? Значит, будет выпускаться еще больше денег пустых? Больше пустых денег выше инфляции. Ну вот, а вы обсуждаете прогнозы Центробанка. Очень интересно это занятие. Бог вам помощи. Андрей Яковлев, с которым я как раз говорил накануне, сказал, что во всех этих прогнозах Центробанк мечтает, чтобы закончилась война. И вот воображаемое окончание войны позволяет ему составлять такие прогнозы. Но, к сожалению, это не под волей Центробанка. Поэтому все эти прогнозы, чтобы так и сложные. Вы начали говорить про... Да, слушаю вас. Вы сказали про инфляцию, а не получится так, что все-таки денежная масса перестанет расти, потому что, ну, был ФНБ, и я так понимаю, что часть денежной массы как раз вышла из этого ФНБ. Сейчас там уже ликвидной части толком нет. Ну, просто так печатать деньги, наверное, это не совсем то, что любит Эльвира Набиулина. Смотрите, здесь ведь история такая. Вот как начинаешь разбирать российскую экономику? Ведь мороз по коже, и мурашки выступают. Ну, смотрите, начинаем разбирать, как у нас росла денежная масса. Она же растет, конечно, за счет имести денег. Но главный мотор имести денег в России – это кредиты. Люди же не понимают, как работает банк. Их же никто никогда не учил, и они думают, что деньги в экономике появляются, когда и госзнак напечатал. Смешно даже. Значит, деньги рождаются, когда ты даешь кредит. Основной двигатель роста денежной массы – это кредит, да? Потому что, в общем, ну, банки же должны на чем-то зарабатывать. Но же вы посмотрите на российский банк. Валютный рынок помер, на нем не заработаешь. Теперь все, да? Вы же понимаете, да? На фондовом рынке не поспекулируешь, да? И обслужить иностранные инвестиции или обслужить какие-то сделки слияния и поглощения, на чем банки тоже много зарабатывают, теперь не получается. Значит, то осталось кредитование, в основном население, но была еще ипотека, и это прихлопнули. Значит, а банкам же жить-то как-то надо, и как-то, значит, компенсировать, что сейчас продажи жилья будут замедляться, деньги не возвращаться, банки будут качаться, у них будет возникать проблема очень острая. Обратите внимание, что сейчас ЦБ начинает уже угрожать, что он ужесточит нормативы для банка о формировании резервных средств. Это мало кто понимает, но это просто ситуация, говорящая о том, что, в общем, ЦБ боится краха банков. Он пытается их заставить как-то остановиться, а банк же должен деньги зарабатывать. Значит, как он может, если я ограничу кредитование, у банка нет денег, банк рушится, банк рушится, он не может платить проценты по депозитам, население приходит и бьется головой в дверь банка с криком «отдай деньги». Я это все в 98-м году очень хорошо наблюдал, как народ бился в дверь банку с криком «отдайте деньги». А ему говорят, а мы что виноваты? Это во всем государство виноваты. Дефолт был. Ну вот ситуация сейчас в России такая, что банки отновить нельзя, а банки проводят эмиссию, выпуская кредиты. И что с этим ЦБ может сделать? Да почти ничего. Ну понятно, то есть здесь надо выбирать между плохим и очень плохим, либо допустить банковский финансовый кризис, либо просто мириться с этой инфляцией. И как мы видим, Центральный банк пока что держится за свое лобби банкиров. Все-таки их вотчин. Но он отвечает за банки. Спасибо большое. Он отвечает за банки. Он не отвечает за экономику. Он обеспечивает стабильность банковской системы. Только это. Но стабильность финансовой системы – это тоже как бы инфляция. И когда у тебя такая большая инфляция, в общем, это косяк Центрального банка будет. Так, на молодежном скажу. Ну он может всегда сказать, ребята, он же все время говорит, ребята, я не виноват. В экономику есть два канала, по которым идут деньги. Это значит кредитные, которые я пытаюсь регулировать. И совершенно распахнут бюджетное финансирование. Если у вас оттуда хлещут деньги, то что я могу сделать? Вот, ребята. Значит, и сейчас будет понятно, что будет хрестать денег. Скорее всего, будет опять-таки девальвация рубля. Но просто потому, что невозможно. Значит, они сейчас уже получают ситуацию, как, смотрите, у вас раскручиваются пирамиды инфляции, пирали инфляции, как хотите. Смотрите, у нас как отчитывается именно инфляция. Говорят, ребята, у нас все хорошо. У нас выросли поступления, не базовых доходов. Ну же здорово, да? Начинаешь смотреть, а какие у тебя доходы выросли. У тебя вырос НДФЛ, потому что ты платишь огромные деньги в оборонной промышленности, чтобы хоть кто-то что-то там делал, да? У тебя растет НДС. Почему? Потому что у тебя инфляция. Раз растут розничные цены, растут суммы, значит, соответственно, НДС, и бюджет получает больше денег. Для этого Гайдар все это вводил. НДС был придуман специально для цены, которая растет в условиях инфляции, потому что НДС – это налог, который как раз очень хорошо ловит инфляционный эффект и помогает защищать бюджет. Но, правда, это до 1998 года как-то работало. В 1998 году страну все равно не спасло, потому что налоги не собирали. Но вот сейчас они пытаются собирать, я уж не знаю, у меня от народа тоже пишет, что, говорит, лютует налоговое, даже страшно стало. Но, говорит, обычно там посчитаешь, сколько тебе полагается заплатить налогов, у тебя есть месяц на то, чтобы провести платеж. А теперь в день в день, как посчитал, на звонят этот налогов, говорят, все, день в день плати, иначе худо будет. То есть у них уже такая, в общем, немножко такая аварийная ситуация. Они ищут деньги как могут, устраивая срочный сбор налогов. Но вот за счет инфляции, ты затормозишь инфляцию, у тебя перестанет расти НДС. Вот история такая, что ты не можешь выкрутиться. Значит, тебе нужно обязательно либо девальвировать рубль, либо включать печатный станок уже напрямую, просто выпускать денег больше. То есть что будет делать сюда? ЦБ будет давать больше денег коммерческим банкам, коммерческие банки эти деньги будут давать в кредит, экономики будет раститься денежная масса в экономике. Ну вот придется это делать, потому что иначе экономика остановится. Она уже останавливается. И что с этим сделать, непонятно. Хочу прочитать один из комментариев в нашем чате под трансляцией. Липсиц – гениальный человек. Игорь Владимирович, это не я, это вот Карим, наш пользователь, написал. Я, с своей стороны, хочу вас поблагодарить за участие в нашем эфире и, конечно же, за ваш анализ экономический. Спасибо вам большое. Игорь Владимирович, Липсиц, экономист, был в нашем эфире. Мы же на этом будем заканчивать. Субтитры создавал DimaTorzok